Добрый вечер в прямом эфире ток-шоу Народный вердикт в студии Денис Симоненко. Тема нашей сегодняшней программы первый учебный год в российском Крыму. Сегодня по всей стране прозвенел последний звонок. Особым он стал для крымчан. Закончился первый учебный год, который дети прошли по российской программе, уже как российские школьники. Каким он стал для наших детей, с какими трудностями столкнулись педагоги и ученики, и как их преодолели. Подвести итоги года нам помогут наши сегодняшние гости. Итак, у нас в студии. Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодежи Республики Крым. Заслуженный работник образования Автономной Республики Крым. С 2012 по 2014 год возглавляла Министерство образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым. Владислав Гончара, депутат Государственного Совета Республики Крым, член Комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту, начальник управления социальной работы Департамента социальной и молодежной политики КФУ имени Вернацкого. Татьяна Сухина, начальник управления образования администрации Симферополя. В течение 4 лет с 2010 возглавляла управление образования Симферопольского горсовета. Екатерина Волкова, председатель Комитета Кропровсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Заслуженный работник образования Украины и Автономной Республики Крым. Татьяна Гук, глава Ассоциации многодетных семей Крыма. У нас, к сожалению, Натальи Георгиевны сегодня нет. Вместо нее журба Наталья Викторовна, первый замминистра образования, науки и молодежи Республики Крым. Давайте поприветствуем. Здравствуйте. Также у нас в студии сегодня директор школы номер 11 Николай Иошин. Здравствуйте. Директор школы номер 2 Вера Кухнина. Воспитатель года, инструктор по физической культуре детского сада номер 107 Боровичок города Симферополя Наталья Белобородова. Здравствуйте. Директор академической гимназии Валентина Лаврик. Здравствуйте. И директор информационно-методического центра Симферополя Влада Каменецкая. Также приветствую других гостей нашей аудитории и напоминаю нашим телезрителям, что они могут принять участие в обсуждении темы. Звоните нам по телефону 6207-63 и звоните нам в студию прямо сейчас. А также напоминаю, что у нас есть группы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Принимайте там участие, предлагайте свои темы, которые также впоследствии обязательно станут темами наших последующих ток-шоу. И также принимайте участие, конечно же, в нашем интерактивном голосовании. Я прошу показать вопросы на экране. Итак, вопрос нашего сегодняшнего интерактивного голосования звучит так. Как изменилось качество образования в Крыму за последний год? Если вы считаете, что стало гораздо хуже, звоните по телефону 54-37-71. Если считаете, что осталось на прежнем уровне, набирайте 54-37-72. Если считаете, что стало только хуже, звоните по телефону 54-37-73. Итак, мы начинаем. Я предлагаю для начала посмотреть сюжет, посвященный тому, как прошла адаптация к первому учебному году, какие произошли изменения. Итак, внимание на экран. Сегодня во всех школах Крыма прозвенел последний звонок. Более 16 тысяч учащихся покинули стены учреждений, которые стали родными. В медико-биологическом лицее сегодня выпускается 52 человека. Вместе учились два года. Чем мог запомниться этот год? Слезы, переживания, ждали экзамены, ждали последний звонок. Вот он, последний звонок. 11 лет закончилось. Сейчас будем плакать. Ну, на самом деле, ты не понимаешь, что будет дальше. То есть, ты привык к школе, ты привык как-то получать оценки, учиться. А что будет в институте, ты не знаешь. Ну и, конечно, с друзьями очень жалко расставаться. Хотя много тоже поступают те же учебные заведения, что и ты. То есть, в принципе, мы не расстаемся с друзьями. Лучшие ученики получили грамоты. Учителя – бурю аплодисментов. Я прежде всего хочу обратиться к нашим выпускникам. Пожелать им прежде всего удачной сдачи в выпускных экзаменах. Это первое серьезное испытание, которое предстоит в ближайшее время. И исполнение всех-всех их планов и поступить в то учебное заведение, о котором они мечтают. В этот день те, кто учит и те, кого учат, могли поменяться ролями. Так, Владимир Вячеславович, вы что-то фихикаете, селси на уроки делаете. У вас с ними все хорошо? Пока в медико-биологическом лицее шел концерт, ученики Симферопольской специальной школы-интерната номер два выстроились в линейку. 16 человек навсегда покидают родные стены. Многие пришли в них в два с половиной года. Именно в это время глухонемых детей начинают учить. Учебная программа ничем не отличается от той, что в обычных школах. Единственная разница – нет иностранного языка. И вот звучит последний в жизни ребят школьный звонок. Тем временем в Симферопольской юридической гимназии выпускники танцуют традиционный вальс. В небо улетают шары – символ детства. Родители не в силах сдержать слезы. Очень хочется, конечно, чтобы детки наши были счастливее, чем мы. Всего хорошего желаю. Спасибо большое учителям нашим. Спасибо нашим детям за то, что они все-таки молодцы у нас. Хорошие дети. Очень радостный день. И грустно то, что идет в новую жизнь. Трудную, тяжелую. Будем поступать. В Российской Федерации улучшилось программное обеспечение школ. Изменились стандарты образования, появились новые учебники. Впереди у выпускников экзамены. ЕГЭ в этом году сдают по желанию. Из более чем 16 тысяч крымских школьников, желающих оказалось около полутора тысяч. Ну, это у меня первый вопрос к нашим гостям. Наталья Викторовна, как восприняли произошедшие перемены крымские педагоги и школьники? Только сейчас мы увидели из сюжета, что наши школьники жалеют о том, что не покидают порог школы. Это прежде всего. А как восприняли участники учебно-воспитательного процесса, я надеюсь, что позитивом. Почему? Потому что в преддверии первого учебного российского года до 1 сентября правительством Республики Крым Российской Федерации предприняты уникальные усилия для того, чтобы начать вовремя этот 2014-2015 учебный год. В рекордное время, которое действительно рекордное по всей России, за короткое время было доставлено в Республику Крым за две недели до начала учебного года более 2,5 миллионов учебников для каждого ученика. До 1 сентября порядка 30 педагогических работников прошли повышение квалификации по тем предметам, которые действительно изменились в учебном плане. Все учителя подготовили учебные программы, учебные планы. Силами, спасибо большое, конечно же, и родительских коллективов, и администрации городов и районов, школы были подготовлены, отремонтированы к новому учебному году. Поэтому можно говорить только о положительных моментах этого учебного года. Это с моей точки зрения. Спасибо. Владислав Владимирович, вот буквально на днях был принят закон об образовании в Республике Крым. В первом чтении, да, был принят, то есть последующее еще будет обсуждаться. А как, вот многие о нем вообще, наверное, и не слышали, вот что он даст, наверное, нам, закон может дать? Добрый вечер. Говоря о законе об образовании, действительно, это один из важнейших законов, который был в последнее время принят Государственным Советом Республики Крым, поскольку Крым ранее никогда не имел собственного закона, который регулировал бы сферу образования. О законе слышали, поскольку мы знаем, что там есть определенные нормы, которые, как бы, сегодня в последнее время обсуждались достаточно плотно в информационном пространстве, касающиеся языка, это статья 11 закона об образовании Республики Крым, но и Владимир Андреевич Константинов, и большинство депутатов Государственного Совета очень четко озвучило свою позицию, что, говоря о языковом вопросе, с точки зрения образовательного процесса, это может быть только на добровольных началах. Государственный язык в Российской Федерации только один, это русский язык, несмотря на то, что в Республике Крым сегодня три государственных языка, это русский, крымско-татарский, украинские языки, тем не менее, обязательным все-таки, как и согласно закону, принятому в первом чтении, изучению должен быть только русский язык. Ну, есть же федеральный закон, а что-то вот он конкретно, ну, что-то разъясняет, что конкретизирует непосредственно связанно именно с полуостровом. Он конкретизирует сферу образования с точки зрения особенностей Республики Крым, поскольку каждый субъект Российской Федерации имеет свои региональные законы, которые согласуются с федеральным законодательством, безусловно, и отражают региональные аспекты системы и регулирования системы образования в Республике Крым. Вот какие вот особенности, на наш взгляд, у нас следует непосредственно прописать это в законе в нашем крымском? Он регулирует каждую сферу, то есть начиная от школьного образования, среднеспециального, высшего образования, четко с точки зрения системы образования Республики Крым в таком контексте. Спасибо. Татьяна Ивановна, как Вы оцениваете адаптацию крымских школьников к новой системе образования, как может быть в рамках нашей крымской столицы? Ну я в первую очередь хочу поприветствовать студию и жителей города Симферополя, тех родителей и учеников, которые сегодня являются выпускниками. Это очень важно, потому что сегодня переполняют эмоции родители, и они стоят, и ребята, и они стоят на пороге решения основных вопросов дальнейшей жизни. А все, что касается начала учебного года, который уже идет к завершению, потому что последний звонок это еще не конец учебного года для работников школ и для ребят, потому что впереди еще ждет много дел и оздоровления, и сборы спортивные для старшеклассников. Учебный год был очень разным, очень разным для всех участников учебно-воспитательного процесса. И для родителей он был в какой-то степени тревожным и вызывал различные вопросы и мысли, с которыми они обращались в школу и обращались к нам. Для учителей это был год сложный, чего греха таить, потому что нужно было очень много поработать над собой, нужно было проявить свое творчество, написание программ, это написание творческих программ самими учителями, учебными учреждениями. Раньше это спускалось сверху, и как-то, наверное, мы отвыкли от этого. То, что было прописано, 20% школьной программы нужно было изменить или на свое усмотрение применить. А здесь каждый проявил свое творчество, вот в этом проявился каждый учитель. Учитель сильный или учитель, которому еще нужно поработать над собой. Но хочу сказать, что школы города Симферополя и педагоги были подготовлены, потому что уже Наталья Викторовна сказала, прошли курсы подготовки федерального университета. А то, что касается города Симферополя, мы очень рады и всегда благодарны нашему городу-партнеру Санкт-Петербургу, с которым были подписаны договоры, и наши коллеги-практики приехали в летний период и обучали наших педагогов программам и тем вопросам, с которыми они просто столкнутся на практике. То, что вот ты зашел в школу, открыл двери, и что нужно делать учителю или директору, или заучу, как вести себя с детьми, как с родителями, с какими тонкостями вы столкнетесь, потому что это абсолютно новая нормативно-правовая база. Учебный год был разным. Он был и успешным, и где-то с какими-то погрешностями, но это первый год, скажем, в российском Крыму и в российской системе образования. Я думаю, что педагоги города выдержали его достойно. Спасибо. Екатерина Ивановна, а насколько трудно было педагогам, чем профсоюз чем-то помогал? – Позвольте поздравить абсолютно всех коллег, те, которые находятся в студии, и те, которые сегодня у экранов с этим прекрасным праздником, праздником последнего звонка, с этапом, который они успешно прошли, завершив этот учебный год. Действительно, и сейчас наступает время анализа и составления тех задач для себя, определения, что же нужно совершенствовать, что нужно улучшить в будущем году. Если говорить о профсоюзной организации, которая является именно профсоюзной организацией всего коллектива работающих в отрасли образования, у нас достаточно высокий процесс, даже по Российской Федерации, 91% работающих в отрасли образования являются членами нашей общественной организации. Это говорит о доверии к этой общественной организации, которая вместе со всеми, мы как социальные партнеры, стремимся, безусловно, помочь каждому работнику в преодолении тех трудностей, которые на сегодняшний день есть. О чем конкретно помогали за прошедший год? Конкретно я должна сказать, что мы принимали очень активное участие в разработке законодательных актов нашей Республики Крым. И если говорить о том законе, который сейчас утвержден, то целая глава, по-моему, 29-я посвящена именно социальным вопросам, которые внесены нашей Республиканской организацией. Мы почему ратовали за скорейшее принятие этого закона? Почему? Потому что в этой главе четко определена, во-первых, материальная помощь нашим и поощрение молодым педагогам, которые должны прийти на смену нашего старшего поколения. Кроме этого, там определены выплаты к нашим летним отпускам. То есть та социальная гарантия, которая ранее существовала для каждого работника образования, это должностной оклад. Это достаточно много, существенная поддержка. Я должна говорить сегодня и о той постоянной работе. На сегодняшний день мы внедряем или перешли с 1 июня эта новая система оплаты труда. Достаточно непростое действие. Почему? Потому что каждый работник будет получать и на перспективу, и сейчас мы делаем первые шаги за конкретный результат своей работы. То есть это не так, как было раньше, каждый получит ставку и оклад. Нет. А там идут замеры, идет результативность. И чтобы это действительно было объективно, чтобы это было доступно, понятно каждому, начиная от педагогического работника и заканчивая обслуживающим персоналом этих работников, для нас это большая задача. И мы тоже отслеживаем этот момент и тоже помогаем. Для того, чтобы наши взаимоотношения с социальными партнерами, а это наше министерство, шло в таком позитивном, будем говорить, русле, и решались эти вопросы путем социального диалога, путем переговоров, что и происходит. Мы заключили соглашение между министерством и нашей республиканской организацией. Теперь наша задача состоит в том, чтобы в каждом трудовом коллективе, а мы разработали макет коллективного договора, тот, который должен был быть в каждой образовательной организации, и принят, и утвержден, и в котором каждый работник тоже должен увидеть себя. Как он будет работать, что он за это получит. Понятно, спасибо. Ну вот вопрос зарплат, это, наверное, одно из основных, что волнует педагогов. Насколько увеличилась сумма зарплаты? Вот, насколько я знаю, в прошлом году было увеличение, там какие-то надбавки платили, а сейчас ведь немножко упало. Наталья Викторовна, может быть, по Крыму вот ситуация? Зенит, я должна сказать, что мы не можем говорить огольно, что что-то упало или что-то поднялось. Во-первых, у нас есть четкие нормативные документы по республике Крым, где определено, что заработная оплата наших работников должна быть на уровне 2014 года. И Российская Федерация, правительство Российской Федерации и наш совет министров стремится к тому, чтобы это сохранялось. Другой момент, что на местах, в муниципалитетах где-то возникают трудности с этим вопросом. И если они обращаются и аргументируют, что неправильно, допустим, определены были эти суммы, а это возможно, и финансирование происходит на более низком уровне, то эти суммы дополнительно направляются. То есть здесь нужно своевременно решить этот вопрос. И, ну, по крайней мере, выдать информацию. Ну, я надеюсь, вы будете за этим следить. Безусловно. Наталья Викторовна, а все ли прошли вот переаттестацию, вот, или можно какие-то цифры озвучить? Ну, перед началом учебного года, я только что сказала, около 30 тысяч педагогических работников только школ прошли повышение квалификации при нашем институте республиканском. Татьяна Ивановна говорила, что приезжали и в Санкт-Петербург, проводили параллельно курсы. Некоторые наши педагоги выезжали на материковую зону, но повышение квалификации не закончилось только летним сезоном. А, то все еще продолжается? Это продолжается, конечно же. В течение сентября, октября, ноября, декабря месяц, то есть в течение четырех месяцев учебного года проводились финансовые курсы не только для директоров школ, проводились для начальников управления, для финансовых органов районов и городов. Как бы первый такой блок, который сейчас буквально подписывается соглашение между институтом повышения квалификации и институтом развития образования московским на продолжение этих курсов по финансовой грамотности, которые продолжатся уже в июне месяце. Но и повышение квалификации проходило в течение всего этого периода, вне зависимости от того, желает, не желает учитель. Но, тем не менее, та необходимость, которая действительно предполагает собой повышение квалификации педагогов. Спасибо. Татьяна Антоновна, а как прошел этот год для многодетных семей? Насколько сложно что-то изменилось в лучшую, в худшую сторону? Я хочу поприветствовать всех, кто нас смотрит, и особенно поздравить наших многодетных семей с окончанием учебного года, так как этот год, конечно, был очень трудный для нас. Он был трудный не в сфере образования, как я хочу сказать, что, к сожалению, к тому, что наши многодетные семьи имеют возможность обучаться бесплатно не только в школах и вузах, у нас никаких сложностей не было в этом году. Вы знаете, каждый год многодетные семьи приходят, жалуются. Очень много было проблем, много было проблем. Но, на удивление, этот год прошел очень хорошо. Наши семьи, вы знаете, может быть, это было то, что какие-то были проблемы переоформления документов, и никто не жаловался. Но я хочу сказать, это очень хорошо. Наши семьи пополнили талантливыми детьми. Дети стали приходить к нам в школу развития с трехлетнего возраста, где обучаются они, понимаете, приходят дети, когда не умеют разговаривать, они у нас учатся разговаривать. У нас специалист замечательный из Дворца пионеров приходит, которая преподавала раньше историю Украины. Сейчас она преподает историю России. Наши детки знают уже Крым, знают карту Крыма, знают, как Крым присоединен к России. Вы знаете, я удивляюсь, насколько у нас немножко повысился уровень вот за этот год воспитания не только детей, а и родителей. А сколько в Крыму многодетных семей известно? Подсчитывали? Вы знаете, по подсчетам 2012 года у нас было 19 тысяч многодетных семей. Сейчас по подсчетам Министерства образования 14 тысяч. Спасибо. Я предлагаю сейчас посмотреть, что думают крымчане о том, чего не хватает школам и садикам, которые посещают их дети. Внимание на экран. Лучшее образование сделать, и, естественно, да, это понятно. И, наверное, охрану, потому что в школе в нашей нет охраны. Что за школа? 11-я гимназия. А вот спортзал, там книжек хватает? Да, этого всего хватает. Нет, количество их не достает. Потому что было бы количества, не было бы очереди, не было бы всяких глупостей. Ну, по питанию вот такие возникают некоторые моменты, связанные с качеством, что, как бы, в некоторых моментах желают лучше оставлять. Кормят, но плохо. Ну, бывает, да, такое, что жалобы, то есть, поступали на то, что кормят, но плохо. Именно качество продукта. В детские сады, во-первых, места очень мало. Вот уже четвертый год ребенку попасть не можем. Бедное оснащение площадок тех же. То есть, все совдеп, ну, это мягко сказано, отсутствие элементарных, там, песочниц, горок. Или все это в тупом плачевном состоянии, что надо просто всем делать субботники. Отдавая в сад, надо давать еще взнос довольно ощутимый на покупку игрушек в сам детский садик и на оснащение детской площадки. Поэтому, я думаю, все, и на делание ремонтов, опять-таки. Смотря какой садик. Поэтому, я думаю, все достаточно так, плачевно. В некоторых обстоят дела. Не во всех, конечно. Ну, в принципе, у нас все хватает в первой гимназии. Полностью обеспечены дети всем. Да, все, у нас пока нету ничего такого. Этези пока нет. Пока нету. Так что все, честно говорю, как есть. Спасибо. Без обмана. Сейчас я предоставляю сначала предоставить слово от директора школы Мир 11, Николаю Ошину. Николай Васильевич, вот вам вопрос, возьмите микрофончик. Вопрос был по охране, что отсутствует охрана. Расскажите. По охране? Ну, я думаю, что, наверное, это будет сегодня важно для Крыма, потому что Россия вся очень тревожно относится к этому вопросу. Ну, и у нас, в общем-то, не всегда все благополучно вообще в Крыму. Ну, учитывая, так сказать, вот отношения, пока складывающиеся, не очень порой доброжелательные в отдельных случаях, поэтому, наверное, это будет необходимостью. Это важно, да. Это важно, но на сегодняшний день, знаете, как бы вот я работаю в 11 гимназии. Мы на окраине города. Микрорайон достаточно сложный в межнациональном отношении. И возникающие некоторые нюансы отношений, они тоже говорят о том, что, да, необходимо что-то лучше сделать. И тревоги, которые сегодня стоят, и огораживание территории учебного заведения, и установление, значит, металлодетектора, и кнопки тревожные, и многое другое, это будет, в общем-то, правильно. Это обезопасит, в общем-то, учебное заведение создаст, ну, более, скажем, стабильные условия для обучения. Так что я считаю, что девушка отчасти немножко и права. Спасибо большое. Владислав Валерьевич, вы хотели прокомментировать. Да, крымчане в рамках интервью говорили много о проблеме очередности в детские сады, в дошкольные учреждения. Мы, да. Государственным советом сегодня принята программа на 15-20 год по полной ликвидации очередности дошкольные учебные заведения. Сегодня на состоянии, на сегодняшний день уже открыто 10 новых дошкольных учебных заведений, либо открыто с нуля выстроенные объекты, либо объекты, которые прошли капитальный ремонт, которые на протяжении 20 лет находились просто уже и в жутком состоянии. В чем плюс, что это было смешанное финансирование, это как бюджетные деньги, так это и шефская помощь, например, Тюменской области, других регионов, которые сегодня взяли шефство над регионами Республики Крым. И к 2020 году эта проблема действительно должна быть решена. Мы об этом еще поговорим. Наталья Викторовна, вопрос еще. Многие, вот в три раза, наверное, возросло число желающих, которые хотят сдавать единый госэкзамен. А какой прогноз на следующий год и какие льготы, может быть, у крымчан в учебный год 2016 предусмотрены? Ну, совершенно правильно было отмечено, что и в этом году крымские выпускники будут сдавать, в окончании учебного года будут сдавать государственную итоговую аттестацию в виде экзамена в школе, либо по их желанию права в форме единого государственного экзамена. И единый государственный экзамен в этом году не является обязательным для поступления в высшие учебные заведения. Мы об этом неоднократно говорили, и в сюжете уже было сказано, что 1400 выпускников как этого года, так и прошлых лет были записаны для сдачи ЕГЭ в этом учебном году. Для этого определено 5 пунктов проведения ЕГЭ, предприняты на сегодняшний день правительством все меры для того, чтобы оснастить эти пункты в соответствии с требованиями российского законодательства. И с этим мы успешно справляемся, и наши дети будут сдавать в равных, в одинаковых условиях, которые гарантированы законодательством России. Что касательно следующего учебного года, конечно же, Министерство образования ведется диалог сейчас с Федеральным министерством, с правительством РФ по вопросу продления этой возможности. Выпускникам в следующем учебном году воспользовались таким же правом, без сдачи единого государственного экзамена. Я хочу сказать, что с пониманием относятся ко всем тем проблемам, которые и озвучиваны в этой студии, и нашими жителями. И они настолько получают отклик у нашего правительства, как крымского и федерального, что я думаю, что вот с теми проблемами, с теми вопросами, которые сегодня озвучивают, мы вполне справимся. Я хочу вернуться все-таки к тому вопросу, который затронули наши жители крымской столицы, и тот вопрос, который вы задали Николаю Васильевичу. Это действительно материально-техническое обеспечение наших учебных заведений. На сегодняшний день подсчитаны все потребности учебного заведения. Это и ограждение, это антитеррористическая защищенность мероприятия, это пожарная защищенность, та же тревожная кнопка, и охрана, и прочее, прочее. И сумма действительно очень колоссальная. И понятно, что если Санпины Украины, по которым мы жили больше 23 лет, они не предполагали необходимость обустройства тех или иных мероприятий, то на сегодняшний день, конечно же, за год, за два года нереально все это сделать, потому что практически каждое учебное заведение требуется в дополнительном финансировании, в оснащении теми мероприятиями, проведении тех мероприятий, о которых я сказала. Я хочу также сказать, что только в 2014 году Министерство образования на развитие отрасли получило около 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. 5 миллиардов, которые мы до конца 2014 года практически все освоили. Куда пошла такая огромная сумма? Конечно же, начиная это от закупки учебников, от закупки документов об образовании и заканчивая приобретением оборудования, которое закуплено... Наталья Викторовна, я прошу прощения, мы вопрос финансирования еще обязательно затронем. Хотелось все-таки продолжить тему о единых госэкзаменах. Вот пункты, насколько я знаю, существует всего 3 пункта Симферополь, Феодосия и Евпатория, где принимают единый госэкзамен. У нас 5 пунктов, 3 пункта у нас в городе Симферополе, 1 пункт в... Я имею в виду по городам, Феодосия и Евпатория. Но только в городе Симферополе, это на базе трех школ, вот, созданы пункты. А почему в других городах не создаются? Это как-то связано с количеством желающих в тех или иных городах создавать пункты? Конечно же, есть реестр наших выпускников, и мы определили, что целесообразнее создать и по подъезду детей в населенные пункты, и там, где больше зарегистрированы. Естественно, это город Симферополь, 3 пункта, потому что это имели право зарегистрироваться на ЕГЭ выпускники прошлых лет. И, конечно же, опять же, возвращаясь к тому моменту, что проще нам в этом году оснастить 5 пунктов для проведения ЕГЭ, нежели сделать их больше, и тогда требований к оснащению было бы, конечно же, больше. И потребностей финансовых также были больше. Спасибо. Лыслав Ильич, а чего удалось вам добиться, как члену комитета по образованию, вот, за последнее время комиссии, прошу прощения, по образованию, внуки, молодежи и спорту, госсовета? Главное, конечно же, достижение работы комитета – это принятие закона об образовании в первом чтении, поскольку, действительно, он готовился очень давно. Вот у нас члены комитета тоже присутствуют, ну, не члены комитета, а приглашенные, и профсоюзы наши, и так далее. Работа велась очень длительная, очень продолжительная, поскольку сегодня процесс согласования законодательных инициатив в Республике Крым проходит согласование с главным правовым управлением администрации президента. Этот процесс немножко затягивается, но, тем не менее, первое чтение, закон уже принят. Говоря о других достижениях комитета, это та программа, о которой я уже говорил, по ликвидации очередности в детские, в дошкольные учебные заведения. Сегодня комитет ведет работу над законом о патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Республике Крым. Говоря об этом законе, наверное, он сегодня не менее необходим для нас, нежели закон об образовании, поскольку сфера патриотического воспитания в Республике Крым сегодня требует особого отношения, особого вклада крымского общества и всех структур государственной власти в Республике Крым, поскольку на протяжении 23 лет нахождения нашего полуострова в составе другого государства в сфере патриотического воспитания мы наблюдаем огромный провал. Но, тем не менее, события Крымской весны, которые прошли год назад, до сих пор остаются в сердцах крымчан, и поэтому принятием этого закона и началом работы Центра патриотического воспитания при Министерстве образования Республики Крым мы уже начнем более активную работу, которая будет уже регламентирована соответствующим законодательным актам. Спасибо. Татьяна Ивановна, вот многие смотрят на симферопольские школы, наверное, как на эталонно. Можно ли составить некий рейтинг школы, куда предпочтительнее горожане, куда больше всего, в какие школы пользуются наибольшей популярностью симферопольцев? Ну, во-первых, мне, наверное, будет некорректно об этом говорить, да, и вопрос как бы поставлен. Школ в городе Симферополе 49 коммунальной формы собственности и 5 частных учреждений, которые мы сегодня видели вот на экране, два из них, которые праздновали последний звонок. Каждая школа интересна по-своему, каждая школа имеет свою изюминку, в каждой школе есть свои традиции, которых придерживается и педагический коллектив, и родители, те, которые отдают. Наверное, у каждого из нас, как в любых отношениях, есть отношения и к школе. Кому-то очень удобно, к примеру, идти в школу по месту жительства, да, удобно, и человек себе планирует жизнь на будущее. Кому-то удобно и интересно отдать в 9 или 7, там, в 9 гимназию или 7 школу, там, где есть углубленное изучение иностранного языка, с этим планируют связать свою жизнь. Кому-то интересно пойти во вторую школу, потому что, зная о том, что во вторую смену, там, существует школа искусств, и дети заняты с утра и до вечера, то есть предоставляются такие услуги. Кому-то интересно посетить другую школу, там, Симферопольскую академическую гимназию, где создана материально-техническая база. Но, а кто-то идет на абсолютно простую школу, в которой где-то как-то ничего нет, но есть хорошие учителя, да, есть хорошая атмосфера, есть хорошая традиция. Это зависит от родителя, от учителя. Учителя, она везде хорошая. Везде хорошая, но каждый имеет право выбора. Я проработала в городе Симферополе 25 лет как учитель, как директор, как заучка. Мне очень многие обращаются, бывшие выпускники, говорят, вот какую школу посоветуете? Ну, нужно поставить перед собой вопросы. А что вы хотите в будущем от ребенка? Вы хотите вот только хорошие окна, полы и материально-техническую базу? Или вы хотите в хороших преподавателях, хорошую школу? И, то есть, ну, школу в общем, я говорю, не как здание, да, а как атмосферу, в первую очередь, как умение дать качественное образование. Что бы ни говорили, вот сейчас родительница сказала о первой гимназии, много трений и разговоров о данном учреждении, да, но в этом учреждении дают хорошее знание. И дети при поступлении идут в высшие учебные заведения. Там есть традиция качества образования, там есть творчество. Творчество есть в 11-й гимназии, где масса детей, которые защищают в Малой Академии Наук свои работы, которые являются победителями муниципальных конкурсов. Учебно-воспитательный комплекс школа-лицей номер 3, это тоже со своими традициями и с математическими классами. И так далее. Я могу перечислить каждую школу из 49-ти, и в каждой я знаю, что есть хорошее. И почему туда пошел родитель. Спасибо. Вот вы упомянули еще Симферопольскую академическую гимназию. Я сейчас хочу обратиться к директору Валентине Лаврик. Это бывшая украинская гимназия. Валентина Васильевна, сколько в этом году детей выбрали в качестве языка обучения украинским? Здравствуйте. Дело в том, что на сегодняшний день в нашей гимназии обучается 986 учащихся. Из них 143 ученика обучаются на украинском языке. Украинский изучается как предмет, по желанию. Фактически в течение всего учебного года около 80 детей только не изучали украинский язык. Зачем это нужно? Было прежде всего самим детям. Во-первых, даже те же ребята 11 класса. В течение 10 лет дети обучались на украинском языке. Они не учили ни одного часа русского языка. А в этом году им пришлось сдавать точно так же, как и всем выпускникам Российской Федерации, выпускной экзамен. Сначала вот сочинение, к которому мы очень так усиленно готовились, сочинение на русском языке, по русскому языку. И, конечно, та работа, система работы, которая была выстроена в гимназии, она дала свой результат. Но это было все непросто, поэтому этот год был для нас переходный. Этот год был для нас такой адаптационный к языку обучения. И в следующем году мы будем предоставлять возможность каждому родителю, каждому ребенку обучаться, во-первых, на том языке, на котором они хотят. А у нас есть возможность организовать обучение и на украинском языке, и, естественно, на русском языке обучения. Ну и также будем спрашивать, хотят ли они изучать крымско-татарский язык, как предмет, поскольку у нас нет базы организовать, скажем, классы с крымско-татарским языком обучения. Огромное количество учебников, которые теперь оказались невостребованы, куда их отправили на Украину? Ну, мы оказали помощь дружественным школам Юго-Востока, Украины. Ясно. Спасибо большое. Так, ну, мы поговорили о переподготовке уже педагогов. Вот такой вопрос, наверное, мне, Екатерина Ивановна. А с чем за этот год к вам обращались люди? Ну, помимо того, что вы уже говорили, вот с какими проблемами педагоги обращаются в профсоюз? Вы знаете, безусловно, год сложный, год переходный, и большая нагрузка на каждого педагога, на каждого руководителя, и на каждого работника, и, безусловно, и на детей. Поэтому проблем достаточно много и вопросов. Ну, вопросы, допустим, переподготовки. Достаточно большое количество учителей украинского языка было у нас в Республике Крым, и благодаря усилиям Министерства нашего образования, нашего института, безусловно, эти все желающие педагоги сейчас получают новую квалификацию преподавателей русского языка. И замечу, что это происходит бесплатно. Более 600 педагогов приобретают новую профессию. Это трудоустройство. Мы постарались не допустить сокращения наших работников по мере возможности догрузить учителей украинского языка и те, которые поступили, и преподаванием русским языком. Это достаточно сложный вопрос. Вторые такие, так сказать, проблемы, они связаны, безусловно, с выплатой заработной платы. То есть на сегодняшний день выезды комитета республиканской организации посвящены в первую очередь соблюдению Трудового кодекса Российской Федерации в образовательных организациях и внедрению новой системы оплаты труда. Это основной блок вопросов. Надо сказать, что, безусловно, увеличилась, допустим, увеличилась продолжительность отпуска для наших работающих, и это требует своего разъяснения. То есть мы практически весь этот год то же самое ввели разъяснительную, просветительскую работу, и ее еще недостаточно. То есть мы продолжаем. Денис, с вашего позволения, если есть такая возможность, я бы хотела, чтобы вы предоставили слово и нашей молодежи. Сегодня со мной в студии находятся председатели председатели профсоюзных организаций наших высших учебных заведений, например, Крымского инженерно-педагогического университета Джилет Джи Мустафа. Он уже стал преподавателем, но он председатель... Давайте дадим слово. Передайте, пожалуйста, микрофон. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел со своей стороны, конечно, как, ну, можно сказать, старший брат для выпускников школ поздравить с тем, что сегодня произошел такой знаменательный момент в их жизни. Они стали выпускниками уже. Я думаю, что коллеги из КФУ присоединятся к этим поздравлениям, поздравят. Ну, вот мы сегодня говорим, да, о первом учебном годе уже в новых реалиях. Есть, конечно, очень много положительного, но в то же время есть определенные проблемы у студенческой молодежи. Например, прежде всего мне бы хотелось затронуть проблему высокой стоимости общежитий, проживания в общежитиях. На сегодняшний день для студентов нашего университета она составляет в максимуме 770 рублей. И при стипендии первокурсников полторы тысячи рублей, и, естественно, что, ну, можно сказать, половина... Оказалось, что учебники должны бесплатно предоставляться вообще? Да, должно бесплатно. Нет, есть оплата за проживание в общежитиях, но, учитывая специфику и реалии конкретно нашего университета, есть вот такая вот проблема. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, в масштабах Крыма существует проблема льготного проезда в железнодорожном транспорте междугороднем, а также в автомобильном транспорте, потому что у нас есть достаточно большое количество студентов из Феодосии, из Керчи, которым просто-напросто, ну, достаточно серьезные средства нужно каждый день. Ну, если не каждый день, то каждую неделю платить для того, чтобы доехать в Симферополь и затем вернуться назад. Да, давайте дадим слово Наталье Викторовне. Вот расскажите, может быть, об общежитиях у вас есть какая-то информация? Ну, это действительно те вопросы, которые в настоящее время проходят стадию решения, обсуждения. Я думаю, что по всем этим вопросам, которые сейчас затронуты, будут приняты определенные решения в пользу, конечно же, их разрешения. Сейчас говорить о перспективах, о каком-то, ответить конкретно на этот вопрос, конечно же, преждевременно. Я абсолютно согласна, и все присутствующие в студии, что есть очень много вопросов, которые не просто до сегодняшнего дня не решены, не потому, что до них не дошли руки, силы и так далее, а потому что, чисто технически, эти вопросы многие, которые невозможно решить за столь короткое время. Еще, наверное, нам понадобится не один год для того, чтобы выровняться и войти в ногу, в хороший темп, в хорошую ногу образования всей Российской Федерации. Эти вопросы сейчас обсуждаются, и поэтому я думаю, что... Но вообще плата за общежитие по всей России, она существует, и она соответствует этому уровню? Да, это дополнительная образовательная услуга, которая оказывается в высшем учебном заведении. На сегодняшний день... То есть это все в рамках закона? Это в рамках закона. Есть определенный регламент предоставления государственной услуги, и в том числе, и как вариант, это и оплата за общежитие. Которые предоставляются, ну, например, многодетным семьям, да, Татьяна Антоновна, какие вот существуют, может быть, какие-то льготы для многодетных семей? Как-то они изменились или не изменились? По образованию? Да. Ну и в частности, вот те же общежития и вообще в целом по образованию. Да, для многодетных семей как раз есть льготы, они проживают бесплатно в общежитиях, а вот по проезду, конечно, у нас большие сложности сложились, так как мы лишены бесплатного проезда по удостоверениям украинским, дети не могут ездить. И если вот у нас есть очень много детей, которые ездят в Севастополь учиться, им не дают полный проезд, там какой-то есть определенный, значит, размер, километраж, на который дают бесплатно билет, остальное дети оплачивают полной стоимостью. Но это если найдется мама такая, что добьется, допустим, ей с Симферополя дают бесплатный проезд 50 километров, дальше до Севастополя они оплачивают полную стоимость. Но это не постоянно мама будет ездить с ребенком, и детям обходится большая сумма, конечно, проезд. Это очень сложный вопрос. Но я думаю, что этот вопрос решается и будет решен. Спасибо большое. У нас в студии присутствует отец пятерых детей, Валерий Кочнев. Давайте ему поаплодируем. Я думаю, что он сейчас расскажет, с какими проблемами он сталкивается, и как изменилась жизнь его многодетной семьи в связи с переходом в Россию. Что изменилось? Всем добрый вечер, всем приятного вечера, с праздником. У меня сегодня дочка тоже пошла на шестой класс, поэтому не выпускной пока. Но вы знаете, старшая дочь моя учится в университете, поэтому меня больше сейчас заботят четверо, которые маленькие. Но если такой вопрос мне четко задать, что поменялось конкретно, то пока, к сожалению, скажу, что пока ничего не поменялось. Но я очень позитивно, поэтому верю, что обязательно это будет. Значит, то, что нам платили при Украине, ну мы все знаем, как бы, да, вот не только там многодетные, там двое родители, да, как говорится, вот этот единоразовый, который перевели в рубли, он остался. Постоянно в интернете попадала информация о каких-то там семи тысячах, на каких-то пятисот рублей на каждого ребенка, но мы же никак не можем все время ходить просить. Ну это некрасиво, как-то неуютно и так далее. Ну неправильно, наверное, да. То есть один раз пошли к нашему, да, получается, инспектору, скажем так, да. Второй раз. Я понимаю, она не может быть в этом виновата. И мы все стараемся, как бы, понять, да, что мы сейчас меняем законы, меняем по-новому, начинаем жить. И это все, понятно, сложно и медленно, да. Но вот конкретно, то есть, чтобы на ребенка, вот как знаю я лично, да, то есть я не говорю официально и так далее. Я знаю такую информацию, что на каждого ребенка дается 500 рублей, да. Было обеспечено. Было обеспечено, да. А что для этого надо? Значит, для этого надо собрать какие-то документы, какие-то документы. Какие-то документы, которые еще не знают, какие наши, допустим, инспекторы, да. Придите потом, придите попозже, придите попозже. Все. Но я не могу, то есть, если я буду все время ходить с протянутой рукой, это некрасиво, неправильно так делать не нужно никому. Ну, все, мы пока закрыли этот вопрос. Да, все, все, мы закрыли, короче говоря, этот вопрос, и больше туда я не хожу, и, наверное, уже и не пойду, потому что, ну, зачем оно надо, да. То есть это второе. Второй момент. Вот оздоровление, да, тут говорится. И вы знаете, вот что интересно. То есть все еще зависит, наверное, от того инспектора, ну, как, да, я, может быть, неправильно говорю, не инспектор, а человек, который в данном регионе, там, регион города, вот я, допустим, пригород, да, Добровский сельский совет. То есть я конкретно, у меня есть конкретный человек, к которому я, как, пойду, да, 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 есть знакомые, живущие в городе, и вот там, вот, допустим, я знаю в городе, и позвонят, скажут, знаете, у нас есть вот путевки, вот сейчас пришли такие-то такие, ну, это было про Украину, да, то есть сейчас я этот вопрос не знаю, поэтому не буду говорить. Но все, наверное, зависит, да, конкретно от инспектора, ну, вот, скажем, да, который... Да, здесь еще человеческий фактор. Да, человеческий фактор, который... Хорошо, спасибо, Валерий, а скажите, вы вот по образованию что-то изменилось? Вот мы сейчас, да, тема у нас больше образования? Вот, ну, вы знаете, я так интересно прослушал про школу, и вот еще сказали про охрану школы. Мне хотелось тоже добавить, школа 24, ой, не, Добровская, да, Добровская, причем 24-й училась? Добровская школа, там, интересно, поставили турникеты, да, то есть электронная карточка, ОЭШка называется, когда родитель получает смс о том, что ребенок зашел в школу и вышел. Ну, это, как бы, естественно, там, тарифный план, в общем, разный, какой хотите вы, да, и так далее. Но это же система охраны школы, правильно? То есть в школу не войдет ни один посторонний человек, даже родитель, меня не пускают в школу. То есть я вызываю человека туда, но больше такого я нигде не видел, если честно. Ну, я, конечно, по школам не хожу, но, по-моему, так. На вами сидит директор второй школы, у нее точка, такая же программа. Вот, да, ну, это, на самом деле, такая вещь интересная. Давайте дадим слово, пожалуйста. Единственное, что, Валерий, я хотел только спросить у вас, по российскому закону, за рождение четырех детей полагается медаль. Вы ее получили? Да. Вы, наверное, даже не знаете. Вы знаете, в Украине, ну, я сейчас не знаю, как сейчас, то есть я просто... В Украине был интересный такой аспект. Мать-героиня, да? Ну, все, мы, значит, медаль, будем с медалью ходить, интересно же медаль какую-то получить. Значит так, в Украине, чтобы стать матью-героиню, младшему ребенку должно было исполниться 8 лет. То есть младшему ребенку должно было исполниться 8 лет, тогда она станет матью-героиню. И это вообще... Сколько вас сейчас? Сколько вас сейчас? Отступим дальше. Представьте, пожалуйста, слово директору школы номер 2. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приветствую всех, поздравляю с праздником. Вопрос, связанный с турникетами во второй школе. Да, у вас такая же система существует, правильно? Ира Александровна. Да, во второй школе. Дело в том, что она у нас немножечко больше, чем Добровская. Там на одном входе они стоят. У нас два входа для начальной школы и для средней и старшей школы. И стоит 7 проходов. То есть турникеты. Один имеет 4 прохода, а второй 3. Система действительно удобна. Вот как было сказано раньше тем, что уже через 10 минут после начала учебного дня я точно знаю, сколько детей вошло, сколько опоздало детей. И, соответственно, каждый раз, когда проходит учащийся, у меня есть распечатка электронная, а родители получают смс-сообщение при входе и выходе учащихся. Они точно знают, что их дети ушли по окончании учебного дня и зашли на начало учебного дня. Она удобная для нас. Удачная или неудачная очень сложно судить, потому что сейчас она только начала функционировать. Путанец не может быть, один ученик по двум карточкам не может пройти? Нет, карточка индивидуальная, на ней не написано фамилия, имя, отчество учащегося. Она закодирована, у каждого ребенка есть код, а распечатка выдает фамилию, имя, отчество. Поэтому, если утеря карточки, никто не знает конкретно, чья она. Это очень легко проверить. Но это еще нужно в лицо знать человека, потому что карточки можно передавать, точно так же, как передают карточки на скидки в магазинах. Дело в том, что эта система имеет еще видеокамеры, видеонаблюдение, и когда ребенок входит или любой человек входит в учебное заведение, камера его фиксирует. Она связана с системой интернет, и, соответственно, я могу проверить конкретно, что происходит в каждый момент времени. Спасибо большое. Хотелось, не знаю, кому вопрос адресовать, наверное, по поводу возраста. Это постановка на учет, как многодетные семьи и снятие с многодетности, скажем так, по достижению определенными детьми определенного возраста. Татьяна Анатольевна, может быть, вы проясните. Да, многодетной семьей считается трое и более детей. При Украине многодетные семьи считались семьи, которые трое детей несовершеннолетние. Но если ребенок уже 18 лет достиг, старший, то многодетная семья снималась с категории многодетности. То, что по России есть такое законодательство, что многодетной семьей считается семья до самого младшего ребенка, до совершеннолетия. Это законодательство региональное, и я думаю, что мы будем добиваться, чтобы у нас в Крыму тоже так было. У нас многодетные семьи пользуются льготами бесплатного проезда. По удостоверениям украинских, что сейчас нас очень затронуло этот вопрос. Просто из маршруток и троллейбусов просто многодетных семей выгоняют. Не хотят перевозить, хотя многодетные мне звонят и жалуются по этому поводу. Я говорю, обращайтесь в отдел транспортного бюро, находится на Нодинского, 15, посылают туда. Они делают выезды, проверяют именно кто. Есть такие моменты, когда лишали лицензии водителей. Они не имеют права до получения удостоверений, которые будут, как мне сказали в Министерстве образования, они где-то разрабатываются, будут где-то в сентябре-октябрь, будут многодетным выдаваться удостоверения уже российского образца. Но сейчас выдаются справки по Симферополю-городу, выдаются справки многодетным семьям на Севастопольской, 62. Обращаются многоодетные там, значит, оформляют или первичные, или продлевают удостоверения. Так что льготами пользуются многоодетные семьи 50% опласта жилья коммунального имущества. Это тоже по справкам оформляется, все эти льготы еще остаются, так как нам обещали, что все льготы будут сохраняться, но не все льготы сохранились. Я сейчас не могу об этом обсуждать, это совсем другой вопрос. Хорошо, а вот награды, они учитываются, те, которые были при Украине и сейчас в России? Например, Орден Родительской Славы, насколько я знаю, за семерых детей. Орден Родительской Славы выдается при количестве семей детей, и будут у нас награждения. Конечно, те награды, которые многодетные получили при Украине, 5 и более детей, они у них так и сохраняются. То есть те, которые были рождены, дети при Украине, они учитываются для получения орденов? Сейчас по российскому законодательству они не будут учитываться, нет, они учитываются, что они получили второй раз, эта семья уже не будет награждаться. Нет, понятно, я имею в виду, для награждения Орденом Родительской Славы учитываются дети, рожденные при Украине. Конечно, конечно, да, вот как у меня вот 8 детей, я думаю, что меня Россия наградит Орден Родительской Славы. А что дает орден? Что дает орден? Пока еще ничего у нас в регионе, пока мы еще, это все будет водиться. Спасибо большое, я напоминаю, что вы смотрите ток-шоу «Народный вердикт», тема эфира, первый учебный год в российском Крыму. Напоминаю, что вы можете звонить нам по телефону 6207-63 прямо сейчас к нам в студию, а также у нас действует система интерактивного голосования, принимайте в ней участие. С проблемами переходного периода столкнулись не только школы, но и дошкольные детские учреждения. Рождаемость потихоньку растет, но за 90-е годы в другой переходный период от Советского Союза к Украине детские дошкольные учреждения пришли в упадок. Многие обрели новых собственников и чего только не размещали в детских садиках. Теперь нам придется пожинать плоды этого бездумного разбазаривания. Очередь в садик растет с каждым днем. Наталья Викторовна, сколько сейчас на полуострове детей стоят в очередях в садик? Мы разграничиваем очередность, если говорить о детях дошкольного возраста от 0 до 7 лет. Это порядка 35 тысяч детей, которые находятся в очереди на устройство в дошкольное учебное заведение. А гарантированное дошкольное образование, согласно законодательству Российской Федерации, мы должны гарантировать дошкольное обучение для детей в возрасте от 3 до 7 лет. На сегодня эта очередь составляет порядка 17 тысяч. Конечно же, наибольшее количество детей-очередников в наших густонаселенных городах. В том числе, вы зададите вопрос Татьяны Ивановны, это город Симферополь. Следующий вопрос, который вы можете задать, а что же делается на сегодняшний день по ликвидации этой очереди? Уже, как было сказано, принята народная программа Государственным советом. Принята программа Совета Министров по ликвидации существующего дефицита на 2015-2017 годы. Аналогичные программы созданы и работают в городах и районах. На сегодняшний день в республике разработана так называемая электронная очередь на устройство в дошкольное учреждение. Это же не секрет, что та численность, которую сейчас я назвала, где-то это действительно дубляж постановки детей на очередь. Спасибо, сейчас секундочку, извините, сейчас у нас звонок в студию, сейчас мы продолжим этот разговор. Итак, внимание. Алло, хотелось бы узнать, как так получается, что при обращении в исполком, говорят, что места в детском садике нету, а в течение года количество детей в группе увеличивается. Да, я могу ответить. И у нас в городе существует 56 дошкольных учреждений, которые рассчитаны на 10,5 тысяч, а на сегодняшний день в этих дошкольных учреждениях обучается более 15 тысяч детей. В течение этого года мы добавляли в группы деток, когда прибывали военнослужащие, которые имеют право внеочередников, то есть федеральные службы, работники следственных органов, работники прокуратуры, тем, кому мы обязаны по закону Российской Федерации предоставлять места в детских садах вне очереди. К сожалению, действительно такая проблема самая острая стоит в городе Симферополе. В городе Симферополе для того, чтобы закрыть очередь, которая на сегодняшний день существует от нуля и до семи лет, это более 14 тысяч детей стоят в очереди. Мы сегодня проанализировали данный вопрос. Если, придерживаясь закона, мы с трех лет и до семи должны в этом даже году предоставить более 6 тысяч путевок дошкольных учреждений, у нас будет возможность при всех моментах, что изыскать те помещения, которые не задействованы в дошкольном учреждении, при том, что было построено дошкольное учреждение, возвращено в город по улице Валдайской, при том, при открытии кратковременных групп, при создании у нас сейчас ведется вопрос по семейным группам. Мы эту возможность предоставим только двум тысячам детей, то есть небольшое количество в этом году пойдет. Тем более родители в этом году еще, знаете, по российскому законодательству, первый класс 6,5-7 лет идут. Конечно, каждый родитель думает о том, чтобы еще на годик оставить ребенка в детском саду. Из-за этого не освобождаются места у нас, но мы эти вопросы решаем и знаем дорожную карту, по которой будем идти и решать данные вопросы. Спасибо. Вот, Наталья Викторовна, вы говорили об электронных очередях, на них тоже очень много жалоб. Что-то делается для того, чтобы как-то усовершенствовать, может быть, систему? Я еще раз повторю, что на сегодняшний день создана программа в Республике Крым, программа электронной очереди, в которой в настоящее время работают специалисты и операторы каждых городов и районов, обучаются для того, чтобы получить ключ к этой программе. Мы поставили сроки до 1 июня набрать все-таки эту базу электронную всех наших детей в возрасте от 0 до 7 лет. И мы надеемся, что все-таки к 1 сентябрю эта электронная база заработает. А опыт у кого перенимали с электронной очереди? Ну, есть определенные стандарты и требования. Что должна содержать именно эта электронная очередь? Это законодательство Российской Федерации. Есть определенный регламент, какие требования должны быть в этой программе и как ею пользоваться. Эта программа была разработана непосредственно Министерством связи Республики Крым и передана на рецензию непосредственно Министерству образования Российской Федерации. Она получила небольшие замечания, которые специалисты Министерства отработали. И в настоящее время она запускается в каждом муниципальном образовании. Поэтому мы надеемся, что она заработает действительно с 1 сентября. Мы сделали очень интересные моменты. Это тот предельный начало возраста, постановки детей в очередь. Это не будет 3-4 сентября, как из опыта работы субъектов Российской Федерации. Поэтому, общаясь с коллегами, они немножечко, конечно, страдают от того, что они именно сделали этот порог постановки ребенка, достижения трехлетнего возраста. Потому что это, конечно же, следовательно, и поступление в первый класс через несколько лет, когда ребенок пойдет. Это и отсутствие дублирования в очереди. Можно родителей поставить только в один детский сад, где будет гарантировано продвижение очереди. Но это не значит, что не будет возможности родителю поставить в другое дошкольное учреждение. Но это будет также говорено, определено этой программой. Скажите, пожалуйста, куда жаловаться крымчанам, если вдруг у них возникают такие вопросы по очередям, и они действительно считают, что их там дурят и так далее? Ну, естественно, нужно обращаться в муниципальные органы управления образования. А та электронная очередь, которая на сегодняшний день существует, да, она существовала до сегодняшнего дня. Она создана программистами, специалистами, которая функционировала только на определенной территории. И нельзя было посмотреть продвижение очереди, например, как она движется в Симферополе, если я проживаю в городе Евпаторе. А вот та электронная очередь, которая создана на сегодняшний день, и которая будет внедрена, она даст возможность на любом уровне войти в нее с Москвы, с любого другого города Российской Федерации, и посмотреть, как идет продвижение этой очереди. А телефон какой-то, может быть, есть горячей линии, куда обращаться с такими вопросами? Телефон горячей линии в министерстве 27-52-32. Телефон горячей линии в министерстве 27-52-32. Спасибо, Владислав Валерьевич. Какие, может быть, моменты в новом законе, принимаемом в законе об образовании Республики Крым, уделены именно дошкольным учреждениям? Говоря о дошкольных учебных заведениях, действительно, в первую очередь, это народная программа, принятая Государственным Советом по ликвидации той самой очереди, поскольку в целом по Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, президент, поставил задачу ликвидации очередности до 2016 года по всем субъектам. Крым, конечно же, находится в другой ситуации, поскольку мы новый субъект, мы эту задачу реализуем к 2020 году. Я уверен, что получится это сделать, поскольку даже этот год показал, что 10 новых учебных заведений дошкольных заработало в Республике Крым. Большая проблема сегодня, связанная с работой и созданием дошкольных учреждений, это освоение бюджетных средств на местах, в муниципальных образованиях. К сожалению, сегодня администрации, находясь 23 года, местные власти у нас находились без финансирования, без денежных средств, сегодня, получая денежные средства, опять же, и бюджетного финансирования, и других источников, не всегда, к сожалению, могут освоить эти деньги. Так, по итогам 2014 года ряд денежных средств было возвращено в федеральный бюджет Российской Федерации. Что является, конечно же, проблемой, поскольку те компетенции местных властей сегодня не позволяют осваивать денежные средства. Это проблема, которую постоянно поднимает и глава Республики Сергей Валерьевич Аксунов, и Дмитрий Андреевич Константинов. Но уже даже в середине 2015 года мы можем констатировать улучшения в этой сфере. А почему они осваивают? Какие трудности? Трудности в совом механизме. То есть очень сложная процедура по сравнению с тем, что было ранее. Усложнилась процедура освоения денежных средств, контроль за освоением этих средств. Поэтому иногда местная власть не готова взять на себя ответственность. И поэтому освоение денежных средств затягивается, и из-за этого, конечно же, и буксуют сроки освоения тех самых денежных средств. Можно я все-таки прокомментирую? Да, пожалуйста. Немножечко не согласна с оппонентом. Я вот в начале передачи хотела сказать, но вы сказали, у нас будет отдельный какой-то момент по финансированию отрасли. Только в 2014 году, я еще раз повторю, Министерство образования было реализовано практически 5 миллиардов рублей. За короткое, вот такое, можно говорить, за 4 месяца активного использования и работы не только Министерства естественного образования, а всех на местах. Что касается дошкольного образования. В прошлом году мы получили 577 миллионов на модернизацию дошкольного образования. Из этих средств только не смогли освоить. И перешли в федеральный бюджет в 2015 год, были возвращены, и обратно они сейчас уже находятся в Крыму, 132 миллиона. Из которых 80 миллионов, это на 2 дошкольных учебных заведения, которые были переходящими. И которые были запланированы закончить строительство и реконструкцию в 2015 году. Поэтому говорить о степени освоения этих средств, можно говорить, что они освоены только по дошкольному образованию на 87%. Это очень хороший показатель освоения. А трудностей действительно было очень много. Трудности отсутствия проектно-сметной документации. Трудности действительно в отсутствии квалифицированных рабочих, которые могли выполнить работы в срок. И если мы начинали работы в сентябре, нужно было их закончить в декабре месяце, то все прекрасно понимают, что те погодные условия, которые у нас были в ноябре, в декабре месяце, просто невозможно было это сделать. У нас наша субсидия была строительство четырех котельных. А постановление правительства, под которое выдавались эти средства, отсутствовали это мероприятие. И только 27 декабря специально для Крыма было принято постановление правительства, которое нам позволяло строительство этих котелей. Конечно же, и эти деньги мы не смогли освоить в 2014 году. На сегодняшний день деньги вернулись в Крым, в частности, по дошкольному образованию. Сейчас уже подписывается дополнительное соглашение с муниципальными образованиями. Механизм пошел, есть понимание. Советы министрам принимаются и порядки о распределении этих средств. Поэтому я уверена, что мы в кратчайшее время, до 1 июля, мы должны закончить субсидии по дошкольному образованию. Спасибо. А что со строительством новых садиков? Татьяна Ивановна, какие-то где-то конкретно новые садики строятся в Симферополе? В городе Симферополе запланировано по социально-экономическому развитию, по народной программе, которая принята Государственным советом строительства, и определены площадки под застройку 9 дошкольных учебных учреждений. Но и этого будет мало для города Симферополя. Но на сегодняшний день... Хотя бы, да. Но на сегодняшний день идет строительство дошкольного учреждения по микрорайоне Загородный, да, определены площадки под застройку в микрорайоне Марьино, в микрорайоне Каменке в Белом, в микрорайоне Петровские Высоты, два дошкольных учреждения, в микрорайоне Новониколаевский, микрорайон Балаклавской, дошкольное учреждение по генеральному плану застройки города Симферополя, дошкольное учреждение в микрорайоне Маршала Жукова и Героев Сталинграда То есть определены и есть участки земли под застройку, это то, что планировалось определить, это первое решение. Есть документы уже по выделению данной земли и, скажем так, по фиксации уже юридической. На сегодняшний день эти объекты будут определены для строительства управлением капитального строительства Республики Крым и мы надеемся, что в ближайшем будущем дошкольные учреждения откроют свои двери для дошкольников. А если говорить не только о городе Симферополе, потому что нас сейчас видят и слышат все крымчане, то та федеральная целевая программа, которая разработана специально в том числе и для Республики Крыма города Севастополя, которая запланирована на 2015-2020 годы, только в рамках этой федеральной целевой программы планируется за 5 лет построить 55 детских садов и реконструировать 33 детских сада на общую сумму порядка 12 миллиардов рублей. Это достаточно 5 лет. Существуют еще такие альтернативы, как модульные детские сады, семейные детские сады. Уделяется ли созданию таких детских садиков? Мы знаем, что семейные детские сады существуют в Москве. Перенимается ли этот опыт к нам? Перенимается этот опыт. Татьяна Ивановна скажет, наверное, больше о семейном образовании. О модульных расскажите тогда, о модульных. Что это такое? Модульный детский сад. Мы впервые познакомились с такой формой объектом модульного детского садика, когда на территории существующего дошкольного учреждения, который позволяет и для этого площадь, она не будет в ущерб уже существующему дошкольному учреждению, когда есть все коммуникации, есть ограждения. Просто делать пристройку модульного детского сада, который собирается из определенных частей модулей. Вот впервые на базе города Симферополя, 73 детский сад, город Симферополь предложил площадь этого дошкольного учреждения под модульное строительство этого детского сада. Если говорить о модуле, то действительно нас эта ситуация и такой вариант заинтересовал, потому что вот почему в городе Симферополе Татьяна Ивановна назвала не 9 строительства детских садов, а почему только 9, а не 19? Да потому что действительно отсутствует земля в городе Симферополе точно так же, как и в других регионах. А вот именно устройство модуля позволит на существующей территории сделать эту пристройку. На сегодняшний день, сегодня уже Республика Крым получает еще в 2015 году очередную субсидию на модернизацию дошкольного образования порядка 700 миллионов рублей. И первый транш, который мы получаем и на который подписано соглашение Сергея Валерьевича на 230 миллионов, мы как раз таки и отобрали 8 дошкольных учебных заведений, которые мы планируем именно приобрести этот модуль и устроить на территории дошкольных учебных заведений. Спасибо, Татьяна Ивановна. По семейным расскажите. По семейным группам, как вы уже сказали, и я хочу сказать, что не во всех регионах России этот опыт приветствуется. Вот буквально позавчера мы были на комитете по образованию, были наши гости из Республики Алании, они сказали, что эта тема как бы неинтересна и не востребована, но когда мы были и изучали опыт в Москве, действительно в больших городах это интересная тема, и в Крыму она тоже будет. Вы немножко расскажите о том, я только не понимаю, что когда мать получает зарплату за то, что воспитывает своих же детей, правильно? Да, мама, которая имеет троих и больше детей, может как бы открыть группу у себя дома, если позволяют санитарно-эпидемиологические нормы, со своим ребенком и пригласить, к примеру, детей, друзей или те, которые ей доверяют. Но если у мамы есть педагогическое образование, или если у нее есть высшее образование, и она поступила и получает образование второе педагическое, или закончила курсы нашего института усовершенствования. Вот таким путем. Мы сейчас рассматриваем данный вопрос, и у нас есть такие родители, которые желают открыть такие группы. Это как раз на базе дошкольного учреждения 103 Аврора в микрорайоне Белокуна, потому что дальше как бы дороги нет дошкольного образования, заканчивается в этом районе, а Белая Каменка и так далее там нет. Семьи там готовы открыть на базе своих жилых домов эти семейные группы. Сейчас на подписи в главы администрации у Геннадия Сергеевича Бахарева постановление по данным группам, потому что оно прошло согласование в юридическом департаменте и в экономическом. И родители такие вот, мы готовы с 1 сентября открыть такие группы. И что касается не только семейной группы, группы кратковременного пребывания, мы тоже планируем открывать предошкольных учреждениях, которые будут работать до обеда. То есть родители могут отдать своего ребенка до сна, и будут созданы все условия в дошкольном учреждении, или во второй половине дня будут дошкольным учреждениям предоставляться такие условия. Татьяна Ивановна, в начале программы вы говорили о том, что в Симферополе 5, если не ошибаюсь, частных детских садов, да? 3. 3 частных детских садов? Да, 5 школ. 5 школ, 3 частных детских сада. А вот если существуют действительно очереди, пока проблема с очередями не решена, почему не открывается больше частных садиков? Может быть, существуют какие-то проблемы? Ну, вы знаете, вот 3 детских сада, и опять же этот вопрос обсуждался на комитете, все руководители частных детских садов позавчера вот были приглашены в госсовет для такого открытого разговора, насколько востребованы дошкольные учреждения, частные в городе Симферополе. Они все заполнены, это дошкольные учреждения и консоли, и Алые паруса, и Международная школа, абсолютно. И в этих дошкольных учреждениях есть очереди уже в частных. Родители готовы вкладывать в своего ребенка, зная о том, что это самый дорогой капитал, да, вкладывая денег в ребенка, и они готовы платить за те услуги, которые предоставляют, а на сегодняшний день мест там тоже уже нет. То, что касается по открытию, но нужно создавать условия для открытия бизнеса, потому что это не прибыльный бизнес, это не сегодня даст обороты какие-то, не сегодня заработает тот частник, который откроет дошкольные учреждения. Нужно разрабатывать нормативно-правовую базу, чтобы дошкольные учреждения входили в сеть дошкольных учреждений города, поселка, района, и были из федерального бюджета выделены деньги в помощь на заработную плату. И тогда, естественно, откроется больше дошкольных учреждений. Говоря о созданиях условий, Владислав Вареевич, вот согласно проекта закона об образовании Республики Крым, который я открывал, в полномочия Савмина входит компенсация частным садикам и школам затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. Действительно так? То есть это действительно создаются условия для вот создавайте частные садики? Вперед! Ну, тему государственного частного партнерства и частных садиков мы активно обсуждали не на одном комитете государственного совета. В этом плане мы взаимствовали опыт других регионов, других субъектов, где эта практика реализуется, поскольку действительно каждый субъект разный, да, специфика больших городов – это одна специфика, области малозаселенные – это другая история. В этом плане сегодня четкого тоже решения нет, поскольку бизнес сегодня действительно не хочет рисковать своим капиталом, да, открывая частные детские садики, поскольку на сегодняшний момент действительно условий по работе частных детских садиков нет. То, что касается нормы, которую вы зачитали, безусловно, во втором чтении при принятии закона об образовании, она будет принята. Действительно, такой механизм заложен в законе об образовании Республики Крым, и эта компенсация будет осуществляться. Спасибо, у нас есть очередной звонок. Так, внимание. Добрый вечер. У меня такой вопрос к Татьяне Ивановне. Я жительница города Симферополя, жил в центральном районе, в центральном районе входит в детский садик мой ребенок. Такой вопрос. Мы уже не платим за детский садик, ну, где-то полгода. Вдруг случайно у своих коллег я узнаю, что, оказывается, они за детский садик за своих детей платят. Вопрос такой. Не буду ли я в такой ситуации, что мне придет счет за все эти месяцы, какая-то огромная сумма. И вообще, почему вот так происходит, что одни платят, а другие не платят? Я готова ответить. Татьяна Ивановна, не платят за детский садик. За что платят, за что не платят? Ни за что не платят, получается, ни за питание, ни какие взносы. Хорошо живут, значит, понимаете. Детские сады, если ни за что не платят. В дошкольных учреждениях и законом об образовании, и в постановлении муниципального образования прописано о том, что родители осуществляют оплату только за питание. И если где-то мамочка не получила до сих пор квитанцию, ну, завтра же, или не завтра, в понедельник, подойдет и узнает у заведующей дошкольного учреждения, почему для нее созданы такие условия. А может, у нее есть документы, которые предоставляют возможность ей как бы не оплачивать за питание. Да, квитанции не дают. Вот, если квитанция не выдана. Я знаю это точно и могу уверить вас, что оплата за май месяц квитанции выданы по детским садам. По предыдущим месяцам оплата осуществлена, то, что касается питания. Питание город Симферополь осуществляет на 132 рубля. Это высокая, скажем, сумма и хорошая сумма для того, чтобы ребята хорошо питались в дошкольных учреждениях. 50% оплачивает город. Компенсируется. Компенсируется, да. А то, что касается... Везде по-разному это решается на уровне города? Везде по-разному. То, что касается многодетных семей. В постановлении города прописано, что многодетные семьи в детских садах оплата идет только 25%. 75% взял на себя город. А то, что касается многодетных семей по школам города, это абсолютно бесплатно. Это то, что город посчитал, что это важные вопросы становления и здорового образа жизни детей. И становление на сегодняшний день сложившейся ситуации экономической в Крыму взял на себя такие полномочия. Ну, а здесь как бы вопрос конкретно готовы ответить. Как бы, пожалуйста, в понедельник, если у мамы какие-то есть вопросы, бульвар Франко 25, 317 кабинет. Ну вот, еще в середине октября прошлого года была проведена проверка по инициативе полномочного по правам человека. И были сделаны выводы о том, что стоимость питания в разы завышена. Наталья Викторовна, может быть, прокомментируйте, какова ситуация сейчас? Значит, я хочу, чтобы все наши зрители услышали одну вещь. В Республике Крым на сегодняшний день сохранена уникальная возможность организации питания для детей, бесплатного питания за счет бюджета Республики Крым для первых-четвертых классов. Это возможность, которой не имеет ни один субъект Российской Федерации. В Республике Крым продолжена практика и сохранена это в 2015 году. Это питание детей в дошкольных организациях, где родитель платит всего лишь 50% в городской местности, а остальные 50% берет на себя местный бюджет. И аналогично 30% плата родительской в сельской местности и 70% берет в местный бюджет. Правительством Республики издано постановление в ноябре 2014 года об особенностях организации в 2015 году, где действительно закреплены эти нормы. Закреплены нормы стоимости питания. Мы просчитали довольно-таки четко, какова должна быть стоимость обеда ребенка в школе, какова стоимость должна питания детей в дошкольной организации, и определили нижнюю планку, которая соответствует всем стандартам. Это 36 рублей для учащихся первых-четвертых классов, и не менее 100 рублей это в дошкольных организациях в зависимости от возрастных групп. Это просчитано с учетом тех натуральных норм и требований по организации питания детей того или иного возраста. Поэтому если город или поселок, муниципальное образование берет на себя возможность повысить стоимость, улучшить питание за счет каких-то дополнительного источника питания, за счет каких-то телегод, которые говорила Татьяна Ивановна, это просто здорово. Но зато мы четко знаем, что сегодня на столе у школьника, у каждого в любой школе Крыма, на столе находится обед стоимостью не менее 36 рублей, чего не было в предыдущие годы. Поэтому я думаю, что это достижение, которое мы должны сохранить и в последующие годы. Хотя это очень тяжелое время для бюджета Республики Крым и для муниципальных образований. Спасибо. Ну вот я хочу еще зачитать еще один отрывок из проекта об образовании Республики Крым. В полномочии Госсовета в сфере образования относится установление случаев и порядка полного государственного обеспечения обучающихся государственных образовательных организаций Республики Крым одеждой, обувью с жестким мягким инвентарем, установление случаев и порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных организаций. Что это за случай, Владислав Ильич? Порядок еще не разработан. В рамках статьи закона, закон уже принят в первом чтении, но после него будут приниматься соответствующие порядки, которые будут разъяснять действующие народы. На данный момент прокомментировать не смогу. Это гарантировано государственным образовательным организациям, именно государственным. Это школы и интернаты в первую очередь, которые с круглосуточным пребыванием. Действительно для этих детей интернаты есть не только по степени заболеваемости, но и у нас есть интернаты для одаренных детей, которые с круглосуточным пребыванием. Действительно государством гарантировано это полноценное питание круглосуточное и обеспечение инвентарем этих детей. Татьяна Ивановна, вот еще несколько месяцев назад обещали создать некий контрольный орган с привлечением родительских комитетов. Создан ли он или еще нет? Что это за орган? Буквально месяц назад уже была проведена такая конференция на базе города Симферополя, родительская конференция для родителей дошкольных организаций. И были наделены, скажем, такими полномочиями родители, что, пожалуйста, они могут осуществлять контроль за питанием, смотреть то, которое меню составляется или качество питания. Но вы же прекрасно понимаете, что есть организация, которая должна контролировать питание, которая имеет право зайти в дошкольное учреждение. Это Роспотребнадзор, и только они, как компетентные органы, могут определить достоверность данного положения. А нравится мне что-то или не нравится, сегодня я хочу бананы, завтра хочу яблоки, как бы так быть не может. А родители, мы сегодня увидели современных родителей, которые, в принципе, пользуются очень многими, где-то в песочнице сказанными от подружки информацией, но не той информацией, которая владеет в дошкольном учреждении. Да, пожалуйста. Я хотела бы добавить, безусловно, ко всем этим достижениям Республики Крым еще одну проблему или даже один вопрос, который следует нам больше поднимать и больше уделять внимание, это нашим педагогическим кадрам. Почему? Потому что никакой прекрасный, сказочный или дошкольное учреждение, или школа, вы прекрасно понимаете, или вуз, они, в общем-то, не дадут того, что ждут родители для своих детей. И поэтому вот в контексте этого разговора по нашим дошкольным образовательным организациям я хотела бы сказать, что мы столкнулись с такой проблемой, что у нас учебная нагрузка для воспитателя дошкольного образования, она отличается от нагрузки воспитателя Российской Федерации. Если у нас было 30 часов недельных у воспитателей, то сейчас у них 36 часов. Тем не менее, мы постарались, вот при переходном периоде, надо сказать, что в чести и достоинству наших педагогических работников, никто особо из них не возмутился и сказал о том, что ну что ж, мы перешли в другое государство, и мы приняли то законодательство, которое существует в Российской Федерации. Хотя профсоюз образования обратился, и мы внесли в проект закона 30 часов нам оставить и сохранить. Однако нам разъяснили, что в федеральные законы, поскольку там четкое ранжирование возможности изменения, мы не имеем права, как субъект, внести свою нагрузку. Поэтому мы сейчас это предложение сняли, но однако вместе с министерством образования даны рекомендации. Как нам сохранить наши педагогические кадры? Почему? Потому что 30 часов и 36 – это значит сокращение. Я должна сказать, что все остались на своих рабочих местах, и сейчас идет процесс пересмотра режима работы. То есть, если раньше мы в погоне за экономией средств делали действительно на полдня приходящие, так сказать, детки на 9 часов, то сейчас рекомендуем 10,5-12 часов. С тем, чтобы все работники были заняты, во-первых, они должны быть обеспечены пенсией, а пенсия досрочная по старости нашим педагогическим работникам предоставляется только при полной нагрузке, когда они работают. Поэтому даны рекомендации о том, что на группе могут работать два воспитателя одновременно, когда приходит один, допустим, работает до 14 часов, а второй приходит в 12 или в 13 часов. Они имеют возможность в спокойной обстановке передать группу, заняться вопросом методической работы, изготовлением учебно-методических пособий и так далее. То есть, это встречено положительно. Понятно, понятно. Спасибо. Я напоминаю, вы смотрите «Народный вердикт». Первый учебный год в российском Крыму. Звоните нам по телефону 6207-63 и участвуйте в интерактивном голосовании. Еще одна проблема общая для садов и школ. Продолжаются сборы денег. Видимо, пока ситуация такова, что не сдавать деньги нельзя. Не хватает бюджетных средств, но ситуация начала улучшаться. Мы спросили крымчан, сдают ли они деньги в школу и детсад. Давайте посмотрим, что они ответили. Дальше обсудим. Пока не требуют. Это моя правнучка. Она идет в первый класс. Пока еще ничего никто не говорил. Когда в садике были, не сдавали ни разу деньги? Да, ни на что? Нет, не сдавали. Требовали еще при Украине. Сейчас, по-моему, я не слышала. То есть, он мне ничего не говорил. Если их только везут куда-нибудь на экскурсию, то да, на транспорт. А так, в принципе, нет. А на общие потребности, на книжки, на что-то такое? Нет, ничего не сдаем сейчас. В данный момент общались со знакомыми? Вроде как не говорили, что идут какие-то сборы? Нет. У меня внучка в садик ходит и нормально все. Никаких вопросов. А когда-то раньше сталкивались? Сейчас нет. Нет. Сын, когда учился, собирали. Сейчас говорят, что очень много собирают денег. А, например, на какие нужды? На что именно? Ну, на классные нужды. Прикрываются тем, что туалетная бумага, питьевая вода, ремонт класса. Я считаю, это полное безобразие. Это полный беспредел. Собирать с родителей очень большие суммы денег. По сравнению с государством Украины, в котором мы находились, данный вопрос все более затрагивается. И надеюсь, что в Российской Федерации такой вопрос, как коррупция и вопросы по материальным средствам в учреждениях образования будут искорены. Все сейчас ребенок. Нет, ничего не сдаем. Все за счет государства. У нас поступил вопрос, как говорится, вопрос из социальной сети. Женщина спрашивает, работник школы, при Украине, мать-одиночка, при Украине ей был положен отпуск 10 дней оплачиваемого отпуска. Сохранилось ли это при дополнительном отпуске? Сохранилось ли это при Украине? При России. Нет. При России, прошу прощения. При Украине было, а при сохранилось ли при России? По всей вероятности, речь идет вопрос, при наличии двоих детей отпуска до 14 дней оплачиваемый отпуск. К сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации существует такой отпуск, но без содержания. Однако, даны рекомендации при наличии возможности и средств в нашем республиканском бюджете включать эти положения в коллективные договора, договора, которые регламентируют вообще форму оплаты труда, предоставления отпусков. При наличии средств такие отпуска могут быть оплачены, если в бюджете и фондом оплаты труда эта будет возможность предоставлена. А они без содержания в Российской Федерации. Понятно, спасибо. У нас еще очередной звонок. Так. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. У меня есть вопрос для гостей программы «Народный вердикт». Я вот хотела узнать, законные ли денежные сборы в школах. Вот сейчас уже кончился учебный год, у нас в школе было собрание, у нас молодежная школа номер два. И в некоторых классах, ну, в частности, в начальных классах было объявлено о том, что дети, точнее, родители должны сдать определенную сумму на ремонт. У всех она разная, варьируется от 500 рублей и до 1000. Вот хотелось бы все-таки уточнить, можно ли проводить такие сборы и, может, их как-то оформлять, если это действительно сборы от школы, бумаги какие-то подписывать. Очень хотел бы получить ответ. Спасибо большое. Наталья Викторовна, действительно, очень много вопросов поступало о том, что там продолжаются какие-то поборы, продолжаются собирать деньги на ремонт, на закупку мебели и так далее. Насколько это законно? И что отделяет нас от времени, когда всего этого уже не будет? Ну, я как госслужащий могу говорить о количестве таких обращений по сбору родительских средств, судя по тем обращениям, которые поступают либо на Министерство образования, либо на горячую линию председателя Совета Министров. Боюсь даже говорить о том, что их стало меньше. Слава Богу, что этих обращений стало меньше. С учетом того, что данный вопрос стоит на еженедельном контроле Сергея Варевича Аксенова по сбору родительских средств как в дошкольных учреждениях, так и в школах, мы соответствующую работу, естественно, проводим и с городами, районами, и на совещаниях с руководителями органов управления образования, о проведении такой разъяснительной работы в родительских коллективах. Действительно, на сегодняшний день наши родители имеют право оказать благотворительную помощь любому образовательному учреждению. А, во-первых, если это прописано в уставе образовательной организации, и, естественно, самое главное, что это на добровольных началах, на добровольных основах. Ну, вот так и составляют добровольные взносы, собственно. Но только при наличии действительно добровольные, если человек приходит и говорит, что либо материальными ценностями, которые ставятся на приход, либо действительно зачастую силами родителями принимаются такие решения, к сожалению, в стенах учебного заведения. Сейчас, прошу прощения, еще звонок у нас, давайте послушаем. Алло, добрый вечер. У меня совершенно другое мнение, которое отличается от многих родителей, и, несмотря на то, что мы многодетная семья, я считаю, что сборы кредств в школе должны, наоборот, приветствоваться. В нынешней ситуации школы в Крыму еще не до финансирования. В коем-друге не хватает учебника, не хватает того же мела, и родители, по собственному желанию, которые хотят помочь в школе, не могут этого сделать. Я сама лично обращалась к родительской темнице, к директору в школу, и никто денег принимать не хочет. Но мои же дети страдают от того, что некоторых материалов им не хватает для обучения. Сейчас давайте дадим еще слово нашей аудитории. Пожалуйста, представьтесь. У вас, я так понимаю, вопрос по этой же теме. Как вас зовут? Добрый вечер, народный ревизор Томилина Анастасия. У меня есть свежая информация о том, я представляю Симферопольский район, то есть ПГТ Гвардейская, детский сад Теремок. Полностью все оборудование, просто дали здание, все полностью группы делали родители за свой счет. Сегодня поступила информация, Чистинский детский садик. Два садика, наверху и нижний. В Нижнем детском саду функционирует одна группа, построенная за счет бюджетных средств. Вторая группа детей принимают на полдня. При этом родители заплатили более 2000 рублей. Добровольно-принудительно. Политика такова. Хотите, чтобы ваш ребенок ходил в садик, обеспечивайте и комплектуйте группу. Коррупция процветает, либо нет. Это в предложении темы о добровольных взносах, добровольно-принудительных, так можно назвать, которые раньше и существовали. То есть, получается, они никуда не исчезли. Я готова с родителем уже, с представителем студии уже после эфира рассмотреть более подробно этот вопрос записью для себя. Но если говорить о детском садике в селе Чистеньком, я не знаю, о каком идет речь, то это дошкольное учебное заведение, которое будет отремонтировано в 2015 году за счет федеральных средств. И оно уже рассматривается в рамках субсидий, которые мы получили из федерального бюджета. Ну а приобретение мебели для всего дошкольного учреждения, ремонт всего дошкольного учреждения, ну для нас это вообще нонсенс, потому что ни одного обращения от родителей в течение этого учебного года не поступало. Представьте, отремонтировать за счет средств родителей целое дошкольное учреждение. Но это нереально, я думаю, что здесь вот есть какое-то недопонимание, потому что когда родители обращаются на горячую линию, либо письменно, и созваниваешься, и начинаешь говорить, а что и как, а какие средства, то действительно рассказываешь, что где-то за федеральные деньги, где-то за местный бюджет, где-то это республиканские средства. Но вот такого факта, что отремонтированы за счет средств родителей, такого факта просто не может существовать у нас. Владислав Ильич, вы хотели прокомментировать звонок. Да, на последнем заседании Комитета Государственного Совета по образованию и новой молодежной политики и спорту мы рассматривали этот вопрос. И, в общем-то, проектом закона о попечительских советах при учебных заведениях, в частности при школах Республики Крым, который был принят комитетом, пока он, конечно, не выносился на сессию, он будет еще прорабатываться, но будет вынесен на пленарное заседание Государственного Совета. Создание попечительских советов – это действительно реальный путь решения этой проблемы. То есть такие попечительские советы сегодня уже функционируют, в частности, вот школа-гимназия-консоль, да, руководителем, председателем попечительского совета, который является Владимир Андреевич Константинов, ряд других заведений, которые этот практик уже используют. По Российской Федерации эта практика достаточно успешная, поскольку у любой школы, да, у любого учебного заведения есть выпускники, которые в состоянии помочь этой школе, родители, которые добровольно возглавляют, либо входят в этот попечительский совет и действительно оказывают легальную материальную помощь тому или иному учебному заведению. На мой взгляд, действительно, это достойный и хороший путь решения этой проблемы. Спасибо. Наши корреспонденты, когда занялись проблемой нарушений, то сделали, подготовили целый сюжет о нарушении, который выявляет органы прокуратуры. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Первый учебный год в составе Российской Федерации завершен. Все это время Крымская прокуратура уделяла соблюдению прав детей самое пристальное внимание. Уже работает региональная программа развития образования в республике и программа ликвидации дефицита мест в детсадах Крыма на 2015-2017 годы. Проверили и усилили не только противопожарную безопасность, но и антитеррористическую. Оказалось, проблем немало. В Краснополянской общеобразовательной школе Черноморского района сеть школьных компьютеров были подключены к сети интернет без ограничения, что давало возможность детям посещать интернет-сайты экстремистского характера. Прокурорами были установлены неоднократно факты взимания пожертвований, благотворительных взносов с родителей, которые взимались в принудительном порядке. Также выявлены факты нарушения федерального законодательства о квалификационных требованиях к педагогам. В Армянске и Ялте по требованию прокуратуры прекращена продажа сигарет вблизи школ и детсадов. По сравнению с 2000 годом сеть дошкольных учреждений снизилась в три раза, а очереди увеличились соответственно. Так, в городе Евпатории, где в очереди на получение дошкольного образования состоит более трех тысяч детей, не функционируют два детских сада. В Керчи ситуация и того хуже. С 2000 года из 44 садиков 20 перепрофилированы и использовались не по назначению. В цели устранения данных нарушений прокурорами предъявляются иски о возврате из незаконного владения и пользования этими детскими садами. Удовлетворен иск прокурора об отмене решений Керченского горсовета о включении двух детских садов в список приватизации. Данные факты не единичны и имели место практически во всех городах и районах Республики Крым. На территории Крыма более полусотни детсадов не работают из-за того, что им срочно необходим капремонт. Нарушены требования пожарной безопасности или санитарные нормы. Прокуратурой Республики установлены и факты незаконного расходования бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов, а также растраты при списании имущества бывшего садика. Нарушения в сфере образования за 2014-2015 годы. 157 представлений и 15 протестов на незаконные правовые акты внесено прокуратурой. 133 человека привлечены к дисциплинарной ответственности и 4 к административной. 57 исковых заявлений направлено в суд. Всего выявлено более тысячи нарушений. Обо всех выявленных нарушениях, которые были установлены сотрудниками прокуратуры на территории объектов образования, это общепрозавательные школы, детские садики, вузы, направлена обобщенная информация на имя главы Республики. Уже принимаются меры для устранения всех этих нарушений. В случае, если вы считаете, что ваши права или права вашего ребенка нарушены, вы имеете право обратиться с письменным заявлением, а также в телефонном режиме по телефону 550-399, а также обратиться с заявлением через интернет-приемную на официальном сайте прокуратуры Республики Крым. Продолжение следует... Я знаю, что Крым полностью обеспечен учебниками, но вот именно сейчас, когда в конце года сдают эти учебники, то во многих библиотекари не принимают учебники, допустим, ну, у ребенка упал портфель в лужу, или же, ну, младшая сестренка или братик и зарисовали этот учебник. Да, родители идут в магазин или на рынок книжный, покупают, что очень дорого стоит. Допустим, они же на первой полугодии, на второй полугодии оба эти два комплекта зафальцованы, и купить какой-то один учебник нет возможности, покупают эти оба, сдают. И мало того, библиотекарь говорит, а я имею право не взять у вас эти учебники. Почему? Они 2013 года издания, а у меня все приняты по акту 2014 года. Это, позвольте, буква в букву, содержание в содержании, ничего не изменено. Нет, я не принимаю. Вот такие проблемы. Спасибо. Вот действительно, была проблема с учебниками 2013 года, которые были при Украине, что их не принимали? Ну, это немножечко не та проблема, о которой мы сейчас должны и можем обсуждать, говорить. Мы говорим о том, что все учебники, 2,5 миллиона были приобретены за федеральные средства. И, наверное, каждый родитель, точно так же, как и каждый учащийся, должны нести гражданскую ответственность за сохранение тех учебников, которые им выданы на определенное время. Год, два, три. Это понятно. Я так понял, вопрос стоял из двух частей. Это понятно, что должны нести ответственность, либо покупать новые, если они испорчены. Но вопрос еще был о тех учебниках, которые были там 2013 года. Да, кроме этого я хочу сказать, что в Крым завезли абсолютно новые учебники, которые были изданы в 2014 году. Кроме этого, впервые наши школьники 5-х классов получили единственные во всей России учебники по новому федеральному стандарту, которые только будут дети обучаться с 5-го класса, с 1-го сентября. Поэтому никакого учебника 2013 года в Крым не было завезено. Их просто нет российского образца. Татьяна Анатольевна. Я хочу сказать, что целый год дети учились по этим учебникам. И как они могут оставаться новыми? Если ребенок не учился, естественно, он будет новый. А если ребенок учился, он листал этот учебник, и естественно, он будет ученый. Хочется спросить, кто принимает решение о том, насколько... Вот у нас мама здесь сидит, у которой не принимают тоже учебники. Но коллеги мои дорогие. Из-за того, что края учебника немножко потерты. А кто принимает решение о состоянии учебника? Это неужели такая глобальная тема о том, чтобы мы говорим о глобальных вопросах, очень серьезные, учебники не принимают. Давайте научим себя, своих детей контролировать и относиться бережно. И листать учебники, и мой ребенок листает учебники, и учится добросовестно, и учебнички сдал чистенькие и в порядке. Ну, понимаете, не может такого быть, когда родители говорят, а мой творческий, а мой творческий вот так отнесся к учебникам. Ну, поклейте их, приведите в порядок и сдайте. Зачем вы себе проблему создаете? Не принимают лейные. Да приведите их в состояние. Лейные не принимают, говорят, не принимают. Кто принимает решение о том, принимать учебники или нет, в каком состоянии? Библиотекарь несет материальную ответственность за данные учебники. И эти учебники используются в течение пяти лет. А что вы считаете, что дети, которые придут на следующий год, и мамы, которые дадут эти учебники, и они хуже чем-то не скажут, а на ком основании государство мне предоставило такие учебники? Коллеги мои дорогие, родители, давайте обратимся к себе с массой вопросов, а потом будем ставить вопросы перед библиотекарями. Библиотекарь в школе работает один, а в школе две тысячи, две с половиной тысячи, тысяча детей. И сколько учебника каждая семья сдает? Да что мы поднимаем в эту тему такую? Совсем она не ищет. Хорошо, спасибо. Давайте еще озвучим вопросы, которые к нам поступили в социальных сетях, в Facebook и ВКонтакте. Итак, первый вопрос. На Грессе в здании детского сада был постсовет. Сейчас он не действует, поскольку его ликвидировали. Будет ли там детский сад снова открыт? На сегодняшний день на Грессе ведутся работы по созданию проектно-сметной документации, если кратко говорить. Но и вопрос того, что это было приспособленное здание, там нет пищеблока, там нужно и разрабатывать вопрос строительства пищеблока. И на сегодняшний день там еще используются помещения под социальные сферы. Там занимаются, скажем, и предоставляют услуги пенсионерам Грессовского, бывшего поселкового совета. Нужно этот вопрос постепенно решать. То, что там будет детский сад, это несомненно. Там будет дошкольное учреждение 45. Здесь присутствует воспитатель года, вот, территории, скажем, Грессовского поселкового совета. И давайте на такие хорошие вопросы будем говорить, как воспитатели года, учителя года, победители. На хороший, позитивный. Сегодня позитивный день, а мы говорим о каких-то там закладочках, книжках. Давайте, пожалуйста. Передайте микрофон. Я хочу добавить позитива. Представьтесь. Тропынин Николай, народный ревизор. Я хочу добавить позитива по поводу школ, которые занимаются углубленным изучением иностранных языков. Это пятая и седьмая. Нет, неправильно. У вас неправильно. Пятая никогда не занималась иностранным языком. Пятая и седьмая школа, к которым имеются претензии по поводу того, что учителя верят в то, что Крым еще вернется в Украину. И поэтому говорят, что переходный период, который происходит сейчас, ну, вы не обращайте внимания. Крым скоро все равно вернется в Украину. Я не буду уточнять, какие это учителя. Учителя пусть себе возьмут на заметку. Давайте они говорим, если есть такие учителя. Более детально мы после эфира этот вопрос озвучим и придем в школу вместе для того, чтобы этот факт был. И Крым всегда будет российским. И этот вопрос, который поднимается по поводу того, что он может вернуться в Украину, этот вопрос надо, я считаю, закрыть. И очень радует то, что российское образование на порядок выше, чем украинское. Спасибо. Хорошо, спасибо. А еще у нас один вопрос, который поступил к нам из социальных сетей. Это какие льготы для выпускников крымских школ существуют на материковой части России? Татьяна Николаевна, ответите. Ну, о льготах мы уже говорили. Первое, это то, что действительно они могут поступать не только по результатам единого государственного экзамена, но и на основании аттестата, который они получат по окончании 11 класса. Каждое учебное заведение, высшее учебное заведение разработало правила конкурсного приема, где оговорено, что это, опять же, не более одного-двух профильных предметов, которые сдаются в учебном заведении. Льготы для крымчан в этом году какие-то будут? Ну, это квоты, которые есть. Льготы? Квоты? Есть. Квоты есть? Да. Конкретно для крымчан, что он из Крыма льготы? Льготы для крымчан. Вопрос был такой, а какие льготы существуют для крымских выпускников для поступления в ВУЗы на материковую часть России? Это определяет индивидуально ВУЗы Российской Федерации. И самая большая льгота, я считаю, что это поступление не только по ЕГЭ, но и на основании аттестата зрелости. Вот это самая большая льгота на сегодняшний день для крымчан. Они же не издают ЕГЭ. Они же не издают ЕГЭ. Это не будет препятствием для поступления в высшие учебные заведения. Спасибо. Думаю, мы ответили на вопрос. Итак, я предлагаю подвести уже результаты интерактивного голосования. Итак, внимание на экран. Как изменилось качество образования в Крыму за последний год? 56 процентов, то есть большая часть, подавляющее большинство ответило, что стало гораздо лучше. 24 процента сказали, что осталось на прежнем уровне. Ну и меньшинство, 20 процентов из 3908 человек, которые нам звонили, сказали, что стало только хуже. Но, в общем-то, большинство все-таки смотрят с позитивом в будущее и видят позитив. Поздравляю еще раз всех с праздником. Итак, первый учебный год истек. Он был трудным и очень интересным. Следующий обещает быть не менее насыщенным. А пока каникулы. Спасибо большое за участие в нашем ток-шоу, нашим гостям, нашей аудитории. Всего доброго и до встречи в следующую пятницу. До свидания. Хватит ли Крыму воды этим летом? Как решить вопрос дефицита пресной воды? Насколько она подорожает? Какова дальнейшая судьба Северокрымского канала? Что будет с крымскими рисовыми полями? Какой урон нарушение водоснабжения нанесло сельскому хозяйству и экологии полуострова? Кому придется брать разрешение на использование скважин? На эти вопросы даст ответ народный вердикт с пятницу 29 мая. В прямом эфире нашей программы самые актуальные темы, самые интересные гости. Вы можете напрямую задать вопрос в нашей студии политикам и бизнесменам, чиновникам и ученым, деятелям искусства и культуры и вынести свой народный вердикт. Редактор субтитров А.Семкин